Уральский академический филармонический оркестр это не только бренд региона, но и один из основных элементов развития сотрудничества в сфере культуры между Свердловской областью и Санкт-Петербургом. Об этом сказал министр культуры области Павел Креков, который в составе делегации Среднего Урала посетил заключительный концерт Уральского академического филармонического оркестра на сцене Мариинского театра, проходящий в период дней Свердловской области в северной столице. Уральский академический филармонический оркестр под руководством именитого дирижера Валерия Гергиева исполнил Пятую симфонию Сергея Прокофьева, а также симфоническую поэму «Прелюды» и второй концерт для фортепиано с оркестром «Флоренцо Листо», где солировал известный российский пианист Денис Мацуев. Валерий Гергиев назвал Уральский коллектив одним из ведущих в России. Именно музыканты филармонии сыграли важную роль в его жизни. На старших курсах маэстро был приглашен вторым дирижером в Свердловск. Это мой первый профессиональный выход к оркестру. Я был еще студентом, но по соглашению, которое у меня было с оркестром филармонии, вообще с организацией, я должен был становиться молоденьким, но уже профессионалом, дирижировать обширным репертуаром, принимать участие в гастролях оркестра. Я, как сейчас, помню и выступления в Нижнем Тагиле, и в Киселевске, и в Новокузнецке, и в Кемерово. Это было Чулябинск. Играли мы разнообразные программы. Огромное количество произведений для меня были дебютными. Пробами я никогда не дирижировал. Я повторяю, огромное количество произведений, пусть даже небольших. Репертуар был самый разнообразный. Вальсы Штрауса впервые для меня. И какие-то произведения популярные Чайковского, Хачатурьяна, Прокофьева. Очень много для меня было впервые. В том числе и только что прозвучавшая Пятая симфония Прокофьева. Всем кажется, что возможности Москвы и Петербурга огромны по сравнению с возможностями региональных центров, даже крупных. И Свердловская филармония, и в частности Уральский симфонический оркестр доказывают обратное. Мне кажется, что многие столичные коллективы и здесь, в Петербурге, и в Москве могли бы брать пример самоотверженно работающего коллектива, представляющего и Урал, и вообще, я бы сказал, все регионы России. Он отметил также, что и публика на Урале замечательная. Она с интересом слушает даже редкие и сложные для восприятия произведения. Пианист Денис Мацуев отметил, что впереди много совместных мероприятий с Уральским академическим филармоническим оркестром. Это один из моих любимых наших российских оркестров. Я с ними очень много работаю. Это наши большие друзья, как и меня, так и маэстро Гергиева. Недаром он уже второй раз приглашает этот оркестр в Мариинский театр. Сделали здесь абонемент, он пользуется большим успехом. Еще все знают про Уральский оркестр. И этот европейский бренд, можно так сказать, это очень здорово, то, что у нас появляются такие оркестры именно не в Москве и Петербурге, а в регионе. Это очень показательно, на мой взгляд. Как пояснил министр культуры Павел Креков, области предстоит несколько крупных проектов в рамках сотрудничества в сфере культуры с Санкт-Петербургом. Совсем скоро, в апреле, маэстро Гергиев будет в Екатеринбурге и в рамках пасхального фестиваля будет снова дирижировать Уральским филармоническим оркестром. И нам очень приятно, что это сотрудничество системное. А летом, совсем скоро, в июле, здесь будет наш Свердловский академический театр драмы с большими гастролями. Это только ближайшее время. Я надеюсь, перспектива будет продолжена.